Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Синицына Анвалельна, я коммерческий директор Самарского завода «Бегасагра». Я очень благодарна за предоставленную возможность участия в панельной дискуссии в рамках Дня Сибирского поля. Я представляю предприятие полного цикла, которое специализируется на производстве самоходных опрыскивателей, разбрасывателей линейки «Туман». И у нас с вами сегодня очень интересная заявлена тема техника и технология в рамках санкционной войны. И я постараюсь в своем докладе, в своей презентации рассказать об актуальном состоянии нашего завода на сегодняшний день. Давайте приступим. И сегодня «Бегасагра» представляет из себя предприятие полного цикла, начиная от разработки техники до ее серийного выпуска. Мы находимся в первом же слайде о приятных новостях в стадии переезда на новой производственной площади в 4 раза более тех, на которых мы находимся сейчас. И будем производить нашу технику на современнейшем оборудовании 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и 5 тысяч квадратных офисных площадей. Я с большим удовольствием приглашаю вас посетить наш новый завод, посмотреть своим глазами, как сейчас выглядят современные сельхозмашиностроительные предприятия и, соответственно, сделать выводы о качестве производимой нами техники. Линейка продукции вы можете увидеть на этом слайде. Она по-прежнему состоит из трех самоходных баз. Небольшая миниатюрная «Туман-1М». Наша самая рабочая, самая узнаваемая техника – это «Туман-2М». И наш флагман, наша современная актуальная разработка – машина «Туман-3». Ну, если говорить о тематике нашей сегодняшней встречи, мы столкнулись с новыми катерийсками. В чем они проявлялись? Мы все знаем с вами о многократных случаях отказа в поставке техники или пролонгации, в лучшем случае, сроков поставки техники. Отказ в поставке систем навигации или отказ в сервисном обслуживании ранее приобретенных навигационных систем. Это катериалии наши с вами февраля-марта. Мы знаем об отказе в поставке спасных частей. И, соответственно, это рождает риск простоя приобретенных ранних машин. И все это ложится на ваши плечи в виде риска выполнения плановых агротехнических задач. И следующий слайд, он, может быть, покажется вам немножко амбициозным, но лишь отчасти. Потому что, на самом деле, это решение современная отечественная техника, производимая нами с высочайшим уровнем локализации. И я считаю, что то, что ни одна единица техники не задержалась в поставке на поле наших пользователей и, соответственно, является сданным нами зачетом. Мы по-прежнему производим 5 единиц наших самоходных машин в день. Так выглядит флагма нашего завода 2.1.3 в трех своих апостасиях. Это разбрасыватель, штанговый опрыскиватель, модуль для внесения жидких удобрений, мультиинжектор. Здесь очень важно, что в голову угла при проектировании нашей техники мы ставим такой параметр, как точно вовремя. Потому что, помимо качества выполнения каждой отдельной задачи, перед вами, сельхозтоваропроизводителями, лежит задача попадания в жесткие агротехнические сроки. И если машина великолепна и качественна, но по своим техническим характеристикам в поле не попадает, эффективность выполнения ваших задач, эффективность вашего бизнеса тоже падает. Поэтому мы свою технику проектируем максимально легко и быстро, чтобы вы могли в любой момент времени эту задачу решать. Являясь пользователями, в том числе наших машин, потому что в ветку группы компаний входит растеневодческое хозяйство, 40 тысяч гектар земли, где мы работаем по технологии наутил. И уже мы теперь с трудом себе представляем, как уходится в хозяйство без самоходных опрыскивателей на двух типах колес. Потому что шина низкого давления нам позволяет максимально быстро и качественно проводить первые обработки гербицидные и фунгицидные. По мере роста и развития культуры мы с вами меняем колесо и получаем в своем активе возможность работать по межрядке с изменяемым межколесным расстоянием и увеличенным клиренсом. Эти возможности по-прежнему актуальны, востребованы и, соответственно, такая задача очень актуальная сейчас в связи с стоимостью удобрений. Это внесение жидких удобрений и КАС. Доступны нам с вами двумя способами. В двух вариантах это модуль для внесения удобрений в прикорневую зону и штанговый опрыскиватель. В модификации со штанговым опрыскивателем, пожалуйста, нам с вами доступны. Мы по-прежнему подбираем, как бы сказать, актуальные для вас распылители. Вот такую трубку, которую вы видите сейчас на экранах, мы производим сами, что позволяет нам, соответственно, оптимально вносить без пережогов жидкие формы удобрений по листу. Не могу не обратить внимание на бережное отношение к почве при использовании вот такой легкой самоходной пазы на шине низкого удобрения. Здесь этот слайд уже нас вовсю погружает в тематику нашей встречи. Те актуальные задачи по, как бы сказать, по качеству обслуживания, по качеству внесения удобрений, в том числе возможности дифференцированно вносить удобрения и средства защиты растения, являются неотъемлемой частью нашей техники. Здесь вы видите, соответственно, как машина с этими задачами справляется в одном из крупных хозяйств Российской Федерации. Видите, что она по плану предписания меняет норму в зависимости от продуктивности участка и делает это не только в модификации разбрасывателя, но и, естественно, в модификации штангового опрыскивателя в случае с внесением средств защиты растений. Не могу, конечно, не похвастаться, что каждая наша машина была награждена как минимум серебряной медалью конкурса международного агрессалона и, соответственно, в том числе золотой медалью от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках выставки «Золотая осень». По-прежнему акцентирую ваше внимание на возможности новых дополнительных опциях модуля «Мультиинжектор» в защите, в защитном кожухе, что позволяет нам дополнительно нашу машину защищать от коррозии. Туман-2 доступен вам также в разбрасывателе, в штанговом опрыскивателе, но еще и в модификации аэрозольный опрыскиватель, что позволяет вносить средства защиты растений, осуществляя краевую защиту полей на ширину до 100 метров. Актуальна установка высевающего модуля на нашу машину и, соответственно, у вас в доступе появляется 24-метровое высевающее устройство с компьютерной регулировкой нормы с возможностью работы от мелкосемянных культур до размера бобовых. Очень важный вопрос – это обеспечение запасными частями. Высокий уровень локализации наш станочный парк позволяет эту задачу минимизировать риски доступности запасных частей. И, соответственно, 14 складов, в том числе большой на территории Алтайского края, полностью снабжает и закрывает все потребности сельхозтоваропроизводителей в запасных частях к нашей технике. Очень важный момент, связанный с цифровизацией – это то, что наши машины оснащены навигационным оборудованием нашего производства, имеющих массу преимущества. Во-первых, это идеальная управляемость всех модулей нашей машины, простое устройство эксплуатации, обновление через интернет, даже в поле. И, соответственно, возможность получать все виды отчетов, к которым вы привыкли, все требования современного растеневодческого хозяйства – это навигационная система удовлетворения. С высокой точностью идет у нас сигнал. И самое важное, что мы с вами полностью защищены от рисков каких-то внешних санкционных воздействий. Также наша машина может быть оснащена системой российского производства «Агронавигатор». Прекрасно, как бы сказать, коллеги знакомы с нашей машиной, давно эксплуатируется она именно с этим навигационным оборудованием. Вносится и удобрение, и средства защиты растения автоматически управляются секциями штанга. И таким образом, имея в активе два варианта вот такого навигационного оборудования, мы фактически с вами защищены от всех санкционных моментов. Коллеги, в завершении доклада, конечно, не могу не сказать о еще одной уникальной возможности. На прекрасных льготных условиях уже в этом году получить нашу машину в хозяйство. Это новая акция Росагролизинга «Тройная выгода». Для нас с вами, для вас прежде всего это значит нулевой первоначальный износ, обслуживание лизинговых платежей только начиная с января 2023 года. Еще раз подчеркну, поставка машины в ваше хозяйство уже в этом году. И я считаю, что вот этой прекрасной новостью можно резюмировать все вышесказанное, и предприятие «Пегас Агро» ежедневной своей работой, вся наша команда стремится делать хорошую российскую машину, которая делает вашу работу немного легче и гораздо более эффективной. Хорошей вам работы в рамках Дня Сибирского поля. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...